Ребят, просто посмотрите, какая красота. Я не знаю, я не планировала пока что начинать серию, но я увидела вот это вот. Так красиво ложится свет, так медленно падает снег. Вообще, просто, я не знаю, я вот реально сижу, и я понимаю, что я просто залипла на вот эту вот всю красоту, на вот эту поистине какую-то зимнюю сказку. Да, и вообще, просто потрясающе. Вот здесь вот очень крутой вид. Вы только посмотрите, как красиво. Ой, класс. Слушайте, Нью-Крест все-таки красивый город, хотя, казалось бы, совсем простой, как бы совсем пустой, да. Рассчитан под нашу застройку, но, тем не менее, очень красиво. И да, всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите Династия Лоид, наших застройщиков. У нас пока что симы отсыпаются, потому что мы опять поздно притянулись домой, уже после гулянки в баре с нашими друзьями. Мне кажется, что вечер прошел вполне неплохо. И да, эту серию я записываю в свой выходной. Буквально вчера вечером я приехала домой, в общем-то, потому что у нас положено за все время практики, можно взять два выходных. И вот прямо сейчас благополучно проходит один из этих двух моих выходных, и поэтому, конечно же, я решила поиграть немного и записать для вас серию. Потому что мне очень сильно этого захотелось, я уже успела соскучиться по персонажам и вообще по всему вот этому. Поэтому, да, у нас снова Династия, и вот это вот просто потрясающая зимняя сказка. И да, у нас сегодня четверг, и, если честно, особых планов на эту серию у меня пока что нет. Я ничего заранее не продумывала, вот прям вот, знаете, просто села и все, и начала снимать. Так, у нас прекратился снегопад, кстати, все, зимняя сказка закончилась немного. Но я думаю, что в приоритете у нас, конечно же, как обычно, наша прокачка. И да, кстати, я не знаю, возможно, вы были в курсе, но я решила с вами поделиться такой фишкой. Все вы знаете, что в Sims 4 просто каким-то невероятно жутким образом летают этажи, да? То есть это проблема, которая пришла, наверное, с самого начала игры вообще. И вот до сих пор, спустя столько лет, она до сих пор не решена. И уж я не знаю, решится ли когда-нибудь она вообще или нет, но тем не менее. Я заметила, что если... Ну, это работает только в том случае, если ваш игровой персонаж находится на необходимом этаже. Вот, например, у нас здесь, как вы можете заметить, успешно летают этажи, да? То есть к ним, ну, нереально практически подобраться. Камеру штырит просто жутким, невероятно жутким образом. Вот, но здесь с этим я уже ничего не смогу поделать, а вот с этим этажом я справиться смогу. И давайте я вам покажу. Да, у нас летает второй этаж. Что мы делаем? Мы просто берем... И, да, у нас Айка, кстати, будет Филберта, как вы можете заметить. Наш наследник проснулся. Ну что ж, доброе утро, дорогой. И, да, прямо сейчас вот я нажимаю на нашего Филберта, на активного персонажа. И, как вы можете заметить, этажи больше не летают. Но это... Ну, я опять-таки не знаю. Я только что... Вот буквально, правда, за столько лет игры я только что обнаружила этот прикол. И, да, если вы вдруг не знали, то, пожалуйста, пользуйтесь. Но для этого вам нужен именно на необходимом этаже игровой персонаж. А так, если, конечно, на этаже игрового персонажа нет, то, к сожалению, уже проблема так просто этой не решится. Этажи все равно будут летать. Но, мало ли, вы не знали, вот вам такой лайфхак небольшой. И, да, наш наследник проснулся. Как видите, у него прекрасное настроение. Айка его разбудила. Давайте мы ее за это обнимем, да. Ну, в принципе, он и так у меня выспался. Да, единственное, что хочет кушать. Поэтому я думаю, что сейчас мы будем потихонечку, знаете, так раскачиваться. Начинать наш день, как всегда, с уборки. Потому что Филберт очень любит раскидывать шмотки повсюду свои. Что же за мужчина такой? Что же с тобой будешь делать? Я бы хотела, чтобы Филберт у нас до приверженца сегодня докачался. Но уж не знаю, получится это или нет. Вот. Нори у нас, кстати, молодец. Нори уже завтракает. Что касается Грейс, то она у нас будет продолжать заниматься медитацией. Будет практиковать развитие вот этого навыка здорового образа жизни. И я бы хотела, чтобы она у нас достигла сегодня, ну, хотя бы четвертого уровня. А уже, конечно, намного было бы удобнее, если бы она уже до пятого добралась. Но не думаю, что это сегодня пройдет у нас. У нас, кстати, в общем-то, объявили результаты лотереи. Да, миллионерами мы не стали. У нас победила Пенни Торп. Вот. Ну, мы, конечно же, с этим поздравляем. Так, Симы мерзнут. Я вас поняла. Ладно, давайте мы включим термостат. Теплее стоит дороже. Ну, ладно, давайте все-таки вот так вот мы сделаем, чтобы Симы не мерзли. Так, не переживайте, не переживайте, собаки. Сейчас мы поедим и сводим вас на прогулочку без проблем. Айка, айка, все хорошо, все будет нормально. Да, Филберт у нас говорит, не думай, Дори, сейчас мы немножечко позавтракаем, дернем кофейку вместе с Грейсой, отправимся вместе с вами гулять. Так что чуть-чуть подождите, пёсели мои дорогие, все будет замечательно. Так, ну что, хорошая чина стала, да? Уже хорошо себя чувствуете? Ну и замечать. Гуляем мы себе, значит, гуляем спокойненько. Филберт вместе с Айка гуляет. Грейс у нас вместе с Нори только что отправилась на прогулку. Тут смотрю, почему-то что Филберт, что Бранд у нас почему-то думают про Нипопа. И, знаете, так просто в шоке с него удивляются. Я думаю, боже мой, что случилось с Нипопом? Начинаю его искать, вообще его нигде поблизости не вижу. И потом я обнаруживаю Нипопа вот в таком вот виде, с важным видом пробегающим мимо. Господи, боже мой, вы просто на это посмотрите. Просто на это посмотрите. Нипопа, если ты думаешь, что сейчас у тебя твой русалочий хвост работает, то нет. Видимо, что-то там сломалось, что-то пошло не так. И... О, господи. О, господи, что происходит? Ребята, что происходит? У нас какой-то... У нас какая-то беда с русалками? Или что? Слушайте, что происходит с этой игрой? У нас же никаких комплексов мер там типа, я не знаю, по типу нудистского пляжа нету. О, кстати, заплатка, привет. Боже мой, я заплатку уже сто лет не видела. Он пришел за садом по ухаживанию. Боже мой, как я рада тебя видеть, дорогой мой, дорогая моя чучелка. Слушайте, а что происходит? Почему у нас русалки бегают голышом по городу? Ребята, вы когда-нибудь видели такое безобразие? Я... Я просто в шоке. Я просто в шоке. Они вроде как на пробежке, знаете, но как бы что-то пошло не так. Что-то пошло не так, и они где-то растеряли всю свою одежду. Обалдеть. Обалдеть. Я просто в шоке, Сима, что вы творите. Господи, боже мой. Вот так вот, казалось бы, вышел на прогулку с собачкой, да? И тут как бы... Никогда не знаешь, что может случиться на обычной прогулке с собакой. Вот. Можно и в полном неглиже застать аж сразу двух русалок. Почему бы и нет? Почему бы и нет, как говорится. А еще у нас тут прохаживается мимо госпожа пьяная помятая, которая крайне довольна вообще всем тем, что происходит у нас. Она, знаете, так гневно осмотрела наш дом. Типа, знаете, вот понастроили тут. Что это такое? Не чтобы мне такую домину отстроить. Мне так воруют деньги, а потом отстраивают себе вот эти вот усадьбы. Значит, знаю я, как все это делается, знаю я всю эту систему. Ну, конечно, конечно. Я даже не сомневаюсь, что все знаешь. Филберт у нас настоящий вор в законе. Мы с вами в этом убедились еще, по-моему, две серии подряд, когда он искуснейшим образом взламывал свои собственные сейфы. Ребята, просто посмотрите на этого мужчину. На этого мужчину. У нас, кстати, появился этот клубок пыли в подавале, да. Да, была такая, если честно, страшноватая музыка. Я сначала все не могла понять. Ну, я раньше никогда не слышала в игре такого звука. Я думала, что случилось, что случилось. А сейчас, и, видимо, Филберт решил мне показать, что что-то не то. Слушайте, сам встал на беговую дорожку. Вы помните, я в подростковом возрасте постоянно его критиковала за фигуру. Говорила, что я обязательно ей займусь. И в итоге нам стало немножечко не до того сейчас. А тут Филберт вспомнил, да решил, ладно, если симовод все никак до меня добраться не может, я сам доберусь. Слушайте, и сам себе телек тут включил. Вообще, такой самостоятельный парень ты у меня. Сам все знаешь, все умеешь. Господи, боже мой, как же я тебя люблю. Так, и у нас появился клубок пыли. Ребята, это впервые у меня в игре такое. Может быть, мы с ним ничего не будем делать. Может быть, это будет секрет нашего Филберта. Он не будет рассказывать Грейс о том, что у нас тут клубок пыли появился. Нори, привет. И мы будем с ним как-то взаимодействовать. Не знаю. Не знаю. Это очень забавно, конечно. Боже мой, он еще и скачет постоянно. Не замечала раньше, если честно. Ну, в общем-то, да. До подвала мы, конечно, не добрались с вами пока что. Пропылесосили мы только на первом и втором этаже. Поэтому не мудрено, не мудрено, что у нас тут уже немножко грязненько стало. Ну, слушай, давай, дорогой, беги. Ладно, я тебя тогда отвлекать не буду. Сейчас Грейс продемонстрирует вам свой наряд. Я не уверена, что вы его видели. Хотя, может быть, и видели. Я уже точно не припомню, если честно. Да. Ну, а Филберт, ну, если у него, конечно, возникло такое желание... А, здесь кто-то живет. Ну, вот видите, неряха. Он просто в восторге от того, что дома поселилась. Что-то такое интересное, да? Пыльный кроль получается. Вот. Поэтому, конечно, я думаю, что Филберт у нас не будет заморачиваться в этом плане с уборкой. Ему как бы и с королем нормально. Как бы ничего не мешает. Ну и ладно. Ну, конечно, до пожара мы постараемся с вами не доводить. Вот это вот нам ни в коем случае не надо. Да, ну, а так, пускай тут, не знаю, пускай тут бесится. Не знаю, проводит время как себе захочет. Главное, чтобы не шкодил. Ну, я думаю, сейчас он у нас побегает немножко, да? И после этого, конечно же, я его отправлю все-таки заниматься магией. Потому что надо. Потому что нужно. Так, и что? А, ты все-таки вот этот свой наряд здесь надела. Хорошо, я тебя поняла, я тебя поняла. Слушайте, ну, Филберт меня прям обрадовал. Ну, прям обрадовал. Сам решил своей фигуркой заняться. Это не уж то после встречи с Патрицией, а? Филберт, признавайся, это она так на тебя влияет? Скажи, да, я сам вообще-то решил заняться своей фигурой. Да, и при чем здесь Патриция? Вообще, она здесь просто ни при чем. Что ты, Ангелина, придумаешь? Угу, угу. Ну-ну-ну-ну. Хорошо, будем считать, что я тебе поверила. Так, давай, дорогая, поднимайся. О, пятый уровень навыки фитнеса. Ммм, слушайте, прикольно, прикольно. Да, кстати, я узнала благодаря Трис, что денежное дерево нам пока что не светит. В династии застройщиков оно покупается после пятого поколения только. Вот, поэтому все баллы счастья наших персонажей мы будем тратить на них самих, на их прокачку, на дополнительные черты характера для них. Вот, я, возможно, даже, знаете, сейчас подумаю, что можно было бы им прикупить. Ну, в общем, ребят, я тут засматриваюсь в первую очередь на Бережлёва. А это я сейчас за Филберта смотрю. У него 6 420 баллов счастья. Также мне очень нравится, как для него невероятное дружелюбие. Мне кажется... Я уже, по-моему, говорила вам, что, на мой взгляд, ему очень подходит эта черта характера. Ну, беззаботные, это тоже must-have, конечно, очень полезная черта характера. Ну, и вообще, в принципе, я засматриваюсь очень сильно на вот эти вот, особенно на динамичного. То есть требуется меньше сна, мне кажется, это очень полезно. Вот, ну, вот эти, конечно, на вот эти нам уже не хватает. Ну, и знаете, например, вот эти вот, полный желудок, неустающий, там, вечная свежесть. Ну, в общем-то, вот эти черты характера, которые полностью потребность останавливают, да, останавливают падение потребности. Мне кажется, что это уже немножко не так интересно, возможно, не так реалистично получается, что, ну, персонаж как вампир, да, становится. То есть ему никогда не надо спать. Но это как-то, не знаю, это как-то не очень, наверное. Вот, ну, в принципе, знаете что? Давайте, давайте я, правда, возьму ему динамичного. Вот хочется мне, чтобы он у меня был таким. Так, да, и остается у нас еще 2320. И мы можем взять укоротитель пузыря. Тоже, в принципе, полезно. Так, вот тут надо решить, либо бережливое, либо невероятное дружелюбие. Вот это мне, конечно, очень интересно. Так, невероятное дружелюбие. Ну, ладно, давайте возьмем, наверное, все-таки бережливого. Вот. Да. Вот, в принципе, мы справились с вами. Все, все черты характера куплены. Пока что, на что нам хватило, мне кажется, они такие довольно-таки важные. Поэтому, да, и покажись мне, покажись, что у тебя здесь сейчас. Вот такой вот у нас набор получается. Да. И у нас где этот вот динамичный. Надеюсь, что эта черта характера будет работать. Потому что, ну, вообще-то, она дорого стоит. Да, ну, вот и посмотрим. Что касается Грейс, давайте тоже сейчас глянем. У него вообще, посмотрите, сколько. Почти 9 тысяч баллов счастья. Это просто обалдеть. И я хочу потратить, конечно, это все полностью на нее. И я сейчас подумаю, наверное, что я ей возьму. И после этого вернусь к вам. Знаете, я уже привыкла, что у меня все симы, скажем так, по дефолту совы и жаворонки. Потому что это, наверное, самые первые черты дополнительные характера, которые я покупаю. А Грейс у нас новый персонаж, новый член в нашей семье. Поэтому у нее, конечно, это все не прокачано. Поэтому, да, конечно, я ей покупаю сразу же жаворонка. И я ей покупаю сразу же сову. Мне еще нравится вот эта, деловая охватка. Больше семиллионов за свои поделки. У нас же Грейс занимается флористикой. Но, с другой стороны, она не так уж сильно ей занимается, если так подумать. Ну, в общем-то, ладно. А еще, еще я хотела бы ей взять все-таки, наверное, динамичную тоже. Вот. И еще на 2000, на 2000 я бы ей взяла. Что такое повышение по работе? Но это нам особо не нужно. Может быть, я и возьму укоротителя мочевого пузыря. Мне кажется, это полезно. Ну, давайте действительно возьмем ее укоротителя мочевого пузыря. И еще, еще возьму, пожалуй, проницательное. Любитель спорта. Ну, давайте, давайте, быстрая уборка. Ну, в принципе, мне кажется, сема и так не особо долго убирается. Водостойкая. Не промыкает подождем. Ну, давайте возьмем ей желанную гостью. Вот. Вот так вот. Все. Теперь у нас у Грейс получается. Ну-ка, покажи мне, что у тебя сейчас здесь. Ну, вот так вот у нее обстоятельства. Ну, да, конечно, не так, как у нашего Филберта. У Грейс, конечно, набор поменьше. Но, тем не менее, очень полезные дополнительные черты характера, которые, я думаю, нам помогут прокачиваться быстрее. И еще и потребности теперь будут падать медленнее. Поэтому, ну, это прям супер, мне кажется. Ну, в общем, как вы можете заметить, прокачка у нас идет полным ходом. И, вроде как, и немножко осталось, да, Филберту терять известность. Это хорошо. Но, тем не менее, вот правда, вот это, конечно, прокачивание чародеев и вот этой всей системы, но, как мне кажется, вот по моим личным наблюдениям, намного сложнее, чем прокачивание вампиров. Потому что у вампиров, ну, то есть стать там, я не помню, верховным, по-моему, вампиром, да, по-моему, это так называется. Ну, очень просто. Истичь этого можно легко и быстро. У них еще с потребностями огромная помощь. О, новое заклинание, грустицо. Прекрасно, дорогой мой, я тебя с этим поздравляю. Ты просто умничек у меня. Что касается чародеев, то у них нет никакой помощи по потребностям, в плане того, что они не падают и не замораживаются, как у вампиров, да. Но в то же время вот эта вот шкала, она очень медленно растет. То есть, если вы хотите прокачать своего чародея, то вам нужно действительно очень много времени этому уделять. Так, Грейс, Грейс, дорогая, ты у меня где? Ты у меня пошла куда-то, непонятно куда, я уже тебя не вижу. А, ты у меня прям вот сюда телепортнулась, да? Я так поняла, что навык здорового образа жизни ты уже как-то сама прокачала, да? Или, учитывая то, что она у нас хранитель времени, то она умеет вот так вот круто телепортироваться с одного угла дома в другой. Я еще, кстати, прикупила ей вот коврик для йоги, потому что медитировать мы уже больше не можем. А нет, уже можем, отлично. Значит, сейчас будем еще медитировать. Но вообще, когда мы не сможем заниматься медитацией, то я думаю, что йогой мы это все будем дело подпитывать, потому что нам нужно прокачиваться, да? И делать нам нужно это в темпе, напоминаю вам. И я все-таки хочу домучить Филберта, чтобы он стал приверженцем у меня. Вот. Ну, прям очень я хочу, чтобы он это за эту серию сделал. И я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Да, мы провели эту серию дома. В принципе, ничего такого суперинтересного и важного, наверное, не произошло. Но, тем не менее, такие серии, вот, не знаю, к счастью или к сожалению, они будут, и будут довольно часто, потому что это поколение, скажем так, девиз и лозунг этого поколения, это слово прокачка. Вот так вот у нас получается, но, тем не менее, события какие-то, какие-то новые приключения, они тоже обязательно будут, но шушуть попозже, шушуть попозже. Для этого, как раз-таки, чтобы открыть вход к этим новым приключениям и событиям, нам нужно прокачаться. Да, поэтому я думаю, что мы дождемся, когда Филберт сент приверженцем. Ну, давай, ну, чуть-чуть совсем тебе осталось, дорогой. Колдуй, колдуй. Колдуй, баба, колдуй, дед. Пожалуйста. Все. Да, я думаю, что мы обязательно этого дождемся, и я уже буду заканчивать на этом серии. У нас Грейс снова телепортируется. Просто прекрасно. Обожаю эту игру. Просто не могу. О, да, наконец-то, наконец-то, ребята, все. Мы с вами стали приверженцем. Мы достигли... У нас, кстати, появилось еще два очка таланта. Вот, получается, третий уровень наш. Вот. Ну, впереди нам еще предстоит долгий-долгий путь, как вы понимаете, той виртуоза. Но, тем не менее, боже мой, я так рада, я так рада. Просто прекрасно. Так, давайте сейчас я ему все-таки перки-то прикуплю какие-нибудь. Наверное, возьмем знание волшебства. Ну, ладно, давайте возьмем еще вот так вот, снижение заряда. Вот. Да, вот так вот мы прикупим вот это все. Ну, и вот на такой вот эпичной ноте, я думаю, что мы вполне можем заканчивать эту серию. Вот такой вот у нас Филберт, красавчик, весь в магии, в блестках, весь блестит. Да. И я надеюсь, что вам эта серия понравилась, несмотря на то, что она была такая спокойная, домашняя. И я благодарю вас за просмотр. Спасибо огромное за то время, которое вы уделили мне и моей семейке Лой. Мы увидимся с вами совсем скоро в новых сериях. А пока что, всем всего хорошего и пока-пока.